Привет, красотка! И, наконец-то, у нас возвращение моей любимой рубрики макияжа разных стран. И недавно, как вы знаете, я побывала в Италии в свадебном путешествии. И вообще, к Италии у меня отдельная любовь, отдельные отношения с ней. То есть, если я раньше, допустим, делала макияжи там Индии или корейский макияж, как бы, ну, интересная культура страны, конечно, да, нормально. Но с Италией это вообще другой разговор. Мне кажется, видео получится очень долгим и буду говорить очень много. Вы уже, наверное, заметили, что здесь у меня кария линза, а здесь такая голубоватая. Все потому, что на этой стороне лица мы будем делать итальянский макияж, на этой стороне русский. Напомню, кто не в курсе, суть этой рубрики такова, что я делаю макияж одной стороны на одной стороне лица, а на второй стороне лица делаю макияж всегда русский, но с новыми какими-то тенденциями. Русский макияж и его тренды на месте тоже не стоят, поэтому не буду болтать. Давайте сразу начнем. Начала я уже без вас. На самом деле, я уже очистила свое лицо и подготовила его с помощью щеточки Форео. Вы знаете, да, видите, эту щеточку я хочу дать прослушать. Если вы хотите, чтобы тон на вашем лице лег просто идеально, то перед этим я вам рекомендую воспользоваться щеточкой Форео. Не обязательно даже с каким-то очищающим средством, можно просто на влажную кожу пройтись, кожа заметно выровняется, станет мягче, произведет такое легкое-легкое отшелушивание, и вы ее подготовите к макияжу, поэтому этот этап мы уже произвели. Вы часто меня, красотки, спрашиваете, как именно я умываюсь с помощью щеточки Форео? Сегодня я использовала пенку для умывания, также от Форео, нанесла на все лицо, и уже поверх самого средства я прохожусь щеточкой по всему лицу. Она приятно пульсирует и способствует более глубокому очищению кожи. И, конечно же, начнем с разделения нашего лица на две части. И очень интересный момент. Вся косметика с этой стороны, то есть со стороны итальянской, у нас с вами будет итальянская. Тут целая косметичка, абсолютно мною не опробованы косметики. Спасибо большое сайту Makeup.ru. Упс, девочки, ошибочка вышла. Не Makeup.ru, а Makeup.store. Кстати говоря, у них представлены не только итальянские бренды, а также есть бесплатная доставка. За предоставление косметики, потому что я прямо сказала, соберите мне косметичку для полноценного макияжа, и расписала примерные цвета, что мне нужно будет, потому что я представляю, что такое итальянский макияж. Давайте начнем с обычного крема для лица. Со стороны России у меня будет Airborian. Это не совсем русская косметика, да у меня, в принципе, русской косметики, русских брендов мало. Я просто очень хотела попробовать этот крем. Он с бамбуком. А что у нас с итальянской стороной? С итальянской стороной у нас крем для лица. Неизвестного мне бренда вообще. Ой, нельзя трогать подбородок. Я ничего не размазала. Hydra Time Plus похож внешне на стиль La Roche-Posay. Пахнет очень-очень легко, чем-то таким ванильным. Ну и теперь минут пять нужно посидеть, чтобы крем впитался. Для вас это произойдет через секунду, конечно, а я буду сидеть, скучать. Я не буду скучать. Знаете, с чем я вам расскажу? Я вам расскажу о том, что я, помимо того, что, в принципе, была в Италии и наблюдала за тем, как кто красится и так далее, но я же не узнаю у них напрямую, как вы именно ухаживаете за лицом. Как-то мы не общались с итальянками. Но зато я перечитала кучу статей, кучу блогов девушек, которые переехали в Италию. Свет ушел, спасибо. Девушек, которые переехали в Италию и рассказывали о каких-то там бьюти-штучках в Италии, что они замечали. Многие, очень многие пишут, что итальянки примерно до 30 лет вообще не пользуются кремами, какими-то там сыворотками для кожи вокруг глаз. В общем, уход для них это какая-то невиданная вещь, которая не нужна, потому что у тебя же пока нет морщин. Поэтому, может быть, мы ошибочно сейчас нанесли вообще крем на эту сторону. Обычно итальянки так не делают. Но лет с 30 они начинают активно заглядывать в отделы с уходовыми средствами, а еще чаще просто делают боткс. Я рада, что у нас в российской культуре, как мне кажется, среди девушек распространен уход за собой с раннего времени, с раннего возраста, хотя бы лет 17. И каждая девочка там знает, что крем для лица есть, крем для рук есть. Мне кажется, это круто. Потому что с нашей экологией многие мне пишут, Вот раньше у нас бабушки ничем не мазались, ничего не было. Я полностью с вами согласна. Я на самом деле сама настолько против того, что не связано с природой, так сказать. То есть, если что-то по природе идет, и можно сюда не вмешиваться, я не буду вмешиваться. Но я просто понимаю, что наши бабушки с вами жили совершенно в другое время. Не было заводов. Ну, не бабушки, там, прапрабабушки. Не было такого ужасного воздуха. Вода наша с вами супер чистая. Перепады температур в холодное время года. Короче говоря, нормально наша кожа достается, Поэтому ухаживать за ней с раннего возраста это хорошо. Ладно, пока я болтала, мой крем впитался. Поэтому мы переходим к базе под макияж. О, фирму Caraggio я знаю. Ну, я не знаю, так ли она читается, но вроде бы да. Это Instant Glow. Почему по-английски, а не по-итальянски написано? Посмотрите, какая красивая упаковочка. Как я понимаю, это база с подсвечивающими частичками. Ну да, сияние она придает хорошо. С этой стороны у меня новое средство для меня лично. Это CC корректирующий крем для лица. Он как бы и как база работает, и, по-моему, имеет уже какой-то корректирующий пигмент. Он подстраивается под цвет кожи. А дальше у нас очень интересненький момент. Это тональник от фирмы Nuba. Fondo Tintos и Condo Pelle. Как вторая кожа. Красивая упаковочка. Он такой жидкий. Самое главное, чтобы он мне сейчас по цвету подошел. К сожалению, он мне немножко темноват. Для жизни это, конечно, печально. А вот для макияжа итальянки... Нет, потому что они все там загорелые. Мы были в Италии в пяти местах разных. И во всех местах, кроме одного... Я не могу поднять палец. Вот так вот. Потому что у меня стечет тональ. Во всех местах, кроме одного, догадайтесь, какого. Макияж у итальянок абсолютно такой casual-casual. Как будто бы, я не знаю, у нас так девочки не красятся. Так у нас девочки красятся, если там мусор надо вынести. И, как вы, наверное, поняли, в Милане, конечно же, все отличается. В Милане там вообще были какие-то супермодели, я не знаю, с шикарными образами, с шикарными сумками, с шикарными укладками, с шикарным макияжем. И вот там я макияж хотя бы заметила. Но если брать другие города, то итальянки тоже красятся, но больше вечером. То есть есть прям такой вечерний макияж. Собственно, мы сейчас, скорее всего, и делаем его. Потому что иначе показывать вам какой-то casual не имеет смысла, мне кажется. А мы с вами нарисуем яркий итальянский макияж. Со стрелочками, с красной помадкой. Не знаю, видно вам или нет, но это не мой цвет тона. На стороне русской я использую тональник от Мак. Но сам тональник, если честно, мне понравился вот от Nubo. Он очень такой вот прям, как я люблю. Жидкий, в пару слоев буквально его достаточно, но, к сожалению, не мой цвет. Консилер. Снова у нас Nubo. О, наконец-то вышло. Консилер, мне кажется, подойдет. Проблем с кожей у итальянок я, если честно, не заметила. Прямо таких вот что. Что-то печальное, там нужно сильно маскировать. Нет, хорошо тушуются, хорошо маскируют синячки. И мультифункциональный карандаш-корректор. Светлый от Arborian снова. На нашей русской стране. Тоже впервые им пользуюсь сейчас. О, красиво, удобно, прикольно выглядит. Смотрите, какая здесь подушечка. И кнопочка. Откуда должно пойти средство? Оно идет уже! Я не заметила, как пошло средство, но оно пошло. Оно такое прикольное. Я никогда не видела такого прям тач. Он так и называется, кстати. Тач-карандаш. И, наконец-то, мы избавимся от блеска на лице. Посмотрите, какое красивое здесь средство. Это пудра от Купа. Посмотрите, как красиво здесь выглядит снег. Снегопад! У нас метель. А я думаю, что так светло? Видите, я у окна сижу и так светло стало. Это просто снег пошел. Вот что у нас было внутри. Ну вот, как я вижу, вот сюда по цвету мне уже не подойдет. Потому что тон был темнее. Но, возможно, в жизни, то есть вот сюда, на русский макияж, мне это бы подошло. О, как удобно! Смотрите, как я заметила. Здесь бока, вот эти вот стеклянные, они ограничивают тебя. Это так удобно. Просто обычно все вот это вот пушится, все это летит. А сейчас, получается, все средство остается внутри. Оно как бы скапливается снова там. Это очень удобно. Ух ты, как она круто матирует. И она как будто бы, знаете, полупрозрачная, потому что она будто бы не дает свой цвет, но просто хорошо матирует. Она прям кожу мою бархатной сделала, девочки! С русской стороны я наношу пудру от MAC. Вот видите, здесь, когда вот так набираешь, все пылит. Я не знаю, видно вам или нет, но здесь повсюду сейчас летает пыль. Ну что, мы наконец-то можем переходить к интересненькому, к ярким краскам. И за контуринг, за всякие румяшки со стороны талии у нас будет отвечать вот такая вот палетка, называется она Bronzing and Contouring. А это вы, привет! Смотрите, какая палетка красивая. Мне кажется, ничего лишнего. Ну, я же выбирала. Здесь есть и для контуринга средство, и как я вижу, надеюсь, оно похоже без ржаны, что очень круто, потому что я не люблю ржану. Румяна такого классического цвета и хайлайтер. Давайте попробуем с контурингом. Я вот так вот прям между ними проведу, что-то среднее наберу. Какое здесь зеркало крутое, девочки, вот это оно такое четкое какое-то, знаете, прям. Так как нам нужно немного подзагореть, давайте-ка хорошо, обильно пройдемся контурингом, тем более, что итальянки им тоже пользуются. Несмотря на то, что у них достаточно вытянутое лицо, они все равно активно им пользуются, это я точно заметила. Румяна то, чем они пользуются 100% и просто, вот 100% девушек, женщин пользуются румянами. Я постаралась найти что-то похожее, но это такой просто освежающий оттенок. И наносят они его не только на яблочки, наносят они его даже в область хайлайтера, бронзера, вот куда-то сюда. То есть вот выше, чем скулы. Они вот так вот как-то делают. Ну и, конечно же, золотого сияния. Золото у них в почете. Золотые тени любят. Хотя, если честно, я у них не замечала никогда хайлайтер над губой, хайлайтера где-нибудь вот здесь вот, например, вот здесь вот. Нет, я видела в основном вот здесь хайлайтер. И то это прям был какой-то золотой такой хороший цвет. Ну и давайте накрасим Россию. Россия у нас тоже любит контуринг. Но у нас все равно все достаточно естественное такое, растушеванное. Вот нашла я однажды идеальный скульптор. Вот он. И надеюсь, хватит мне его до конца жизни, потому что средств здесь много, и он из H&M. Не придает никакой рыжины. Он просто делает тень. Хайлайтер мы тоже любим. Это более такой классический цвет, какой-то такой перламутровый, жемчужный. И такое легкое сияние добавляем над скулой. Галочка над верхней губой, носик, немного внутренний уголок глаза. И румяна чуть-чуть прямо дотронемся до румян, до яблочек, щек. Итак, скоро у нас пойдут существенные различия. Как минимум это будут губы. И подготовить итальянские губы я хотела бы бальзамчиком для губ. Это у нас тоже бренд Караджо. Ультра-рич лип баттер. Что-то выдавливается? Да, выдавливается. Ой, пахнет медом. Солнце, спасибо. Красивый, кстати, просто даже как блеск для губ. В составе масло манго, масло карите. А пока что перейдем давайте к бровям. В бровях у нас будет существенное различие, потому что наши русские брови, это, конечно же, как всегда, естественные брови. Просто немножечко подчеркнутые, немножечко оформленные. Но в целом никаких там супер рисовок нету. В Италии же брови черные, как минимум, потому что там почти все брюнетки. С такими жесткими, густыми, хорошими волосами. И брови у них изогнутые. Брови у них тонкие и изогнутые. Они, видимо, их выщипывают, потому что, мне кажется, с такими генами, как у них, у них должны быть хорошие такие широкие брови. Но, так как я видела в большинстве случаев именно вот такие вот ниточки, значит, мы с вами будем рисовать ниточки, девочки. Вот такой карандаш. Смотрите, как бровь может изменить вообще лицо. А со стороны России все будет по классике. Подчеркиваем просто натуральный изгиб. Для начала зафиксирую гелем. И еще раз фиксирую брови гелем. Прозрачно. Глаза. И, во-первых, это стрелка. Стрелка не очень большая, но, тем не менее, стрелка черная. Также итальянки подводят глаза снизу. Подводят глаза по водной линии. И вообще вводят глаза черным там, где это возможно. И это моя любимая подводка фломастер. От караджа, опять же. Вот обычная такая стрелочка. Подводка мне понравилась. Матовая, быстро становится матовой. Ну, а теперь давайте водную линию мы прокрасим тоже черным. Также внешний уголок нижнего века немного прокрасим черным и растушуем. Вот это я часто встречала. Такие, знаете, смоки снизу. Тушь у меня от Deborah Milano. Дабл эффект. Тушь очень-очень мне нравится. Пока что так разделяет хорошо. Дает насыщенный цвет. И немного поздновато, конечно, но я добавить хочу немного золота. Золото вот сюда на подвижное веко. Потому что я нередко такое видела. И, в принципе, мне кажется, подойдет наш хайлайтер золотой. Немножечко сверху, чтобы наше веко заблестело. Итак, глаза с русской стороны. У нас, между прочим, сейчас в трендах металлик. И у меня есть любимые тени от Essence, по-моему. Я не знаю, мы уже два года. Но это очень классные тени. Они такой дают блеск шампанского, наверное. Можно так сказать. Смотрите, какой он насыщенный. Но я сейчас растушую пальчиком. И будет очень круто. Просто для ежедневного даже наешения. Наешения. И я с нашей стороны тоже бы нарисовала стрелочку. Это все-таки не редкость у нас в России. Девушки со стрелками. Стрелки у нас умеют рисовать. Она у нас будет аккуратненькая такая. Небольшая. Вот такой у нас глазик. Снизу я редко вижу, когда девушки вообще века подводят. Поэтому у нас будет только тушь. И мы переходим к губам. Ну и как же вы думаете, что у нас будет с итальянской стороны? Давайте, ваше предположение, девочки. Ответьте вот здесь вот сейчас в вопросе. Как вы думаете? Ну, конечно же, это красная помада. Я не знаю, кто ответил вообще по-другому. Потому что это просто типичная итальянка. Во всех ресторанах вечером сидят красные губы. Я взяла карандаш для губ от Дебора Милано. Я не знаю, куда ударение ставить. Дебора или Дебора или Дебора. Ну, в общем, вот такой вот красный карандашик. Красная помада от Нуба. Красная помада очень красивая. Я бы не сказала, что итальянки прям сильно парятся с контуром губ. Но мы сегодня сделаем красивые губы. Вы бы знали, как мне сейчас непривычно вообще находиться с красной помадой. Я вам уже говорила, что я ее редко надеваю. Так сказать, посмотрела на себя в зеркало и поняла, что... Вообще. Финишируем мы с этой стороны Glide от NYX. Я сама фирую слово, это узнала. Это что-то по типу блеска нюдового цвета. Ну что, почти финиш. Почему почти? Потому что видите, наверное, какие волосы у меня с этой стороны. Абсолютно славянские. Поэтому я снова беру свои трессы любимые. Черные. Я не знаю, как я это сейчас распутаю. Ну что ж, для полного образа мне не хватает кружечки эспрессо в левой руке. У меня нет красивых кружечек или стаканчиков для эспрессо, поэтому я налила просто мало. И еще сюда нужна сигарета. Обязательно сигарета. Давайте я положу сюда... Похоже на сигарет? О, похоже на сигарет. Нет, это чисто типичная итальянка. Завтрак, обед, ужин. Ну нет, с таким макияжем это, конечно, только на вечер. Но вот это сочетание, это просто настолько у них повсеместно. Я вообще была в шоке, что люди так много могут курить. И что это так разрешено, блин. Я иногда в России-то поражалась, что, типа, люди мое пространство занимают своими запахами ужасными. А в Италии это просто как аромат, который в воздухе, знаете, парит. Что я могу сказать? Опыт просто невероятный. Я обожаю такие видео. Я и устаю, конечно, морально сильно, потому что я часа вот полтора на все это тратил. Вокруг меня столько сейчас косметики. Но и посмотрите, как это круто, как это прикольно сравнивать разные страны. Напишите по традиции, какая страна вам на мне нравится больше сегодня. Италия, жгучая, кофейная, черноволосая, красногубая. Или наш классический русский вариант. Мне нравятся русские всегда. В любом вообще, мне кажется, сравнении любых макияжей мне будет нравиться русский больше всего. Спасибо большое, красотки, что посмотрели это видео. А теперь переходим к видео вопросов из Инстаграма. Саша, привет. Я по твоим видео и по Инстаграму замечаю, что ты очень часто носишь белые свитера с высоким горлом. А так как тональную основу нужно наносить и на шею тоже, у меня вопрос, как ты не мараешь свитер? Такой, знаете, наболевший, накипевший вопрос. Никак. Я его пачкаю, как и все, и потом стираю. Вот такой вот у нас сегодня видео-ответ. Очень легкий и очень простой. Это реально проблемно. Это очень некрасиво выглядит, если за этим не следить сразу же. Поэтому, девочки, обращайте на это внимание. Стирайте свитера почаще, если они белые, светлые и тональник отпечатывается на них. Но если ты, красотка, хочешь, чтобы я ответила тебе в своем видео, обязательно переходи в мой Инстаграм и задавай мне видео вопрос в директ, и я на него обязательно отвечу в следующих видосах. Смотрите в описании, там будет целый плейлист с такой рубрикой «Макияжи разных стран». Ну и, конечно же, улыбайтесь чаще. Я вас очень сильно люблю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!